Дорогие друзья, прежде чем начать новое видео, хочу поблагодарить вас всех за поддержку и теплые слова, которые вы написали мне в комментариях под предыдущим видео. Здорово, когда в жизни есть такие люди, как вы, которые всегда готовы откликнуться и поддержать. Большое вам спасибо за это, ведь нам жизнь посылает людей для чего-то. Кто-то дает нам стимул для взлета, как вы, а кто-то учит падать красиво. Все люди для опыта необходимы. В историю, которую я хочу рассказать, вам трудно поверить, но этому есть доказательства и свидетели. Эта история произошла в период Второй мировой войны между октябрем 1943 года и июнем 1944 года. У входа в церковь Сан-Джоакино в районе Прати висит мемориальная доска. На ней написано, что с 25 октября 1943 года по 7 июня 1944 года церковь Сан-Джоакино стала свидетелем расовых и политических преследований. Израильское государство отблагодарило итальянцев за спасенные жизни. Здесь написаны имена трех спасенных евреев и имена людей, которые ценой своей жизни в тот период спасали людей от расовых и политических преследований. История, которую хочу рассказать вам сегодня, именно об этом. Заходим в церковь, поднимаем взгляд и замечаем очень красивый купол и цилиндрический свод. Классическая архитектура, но этот свод является свидетелем одной из самых трогательных историй района. Под сводом церкви Сан-Джоакино, построенном в конце XIX века, находится небольшое, но очень важное человеческое и художественное сокровище, которое было найдено через 40 лет после окончания войны. Четыре смелых человека – священник, монахиня, инженер и студентка – рисковали своей жизнью ради того, чтобы спасти преследуемых, обреченных на истребление евреев и римлян, преследуемых за политические убеждения. Первоначально несколько человек, которых разыскивали немцы, переодевались в одежду священнослужителей и находились при церкви и монастырях. Но когда 2 ноября 1943 года началась угроза вторжения немецких солдат в церкви и монастыри, было решено, что они больше не могут там оставаться. Но как и где можно было спрятать и защитить людей, которые были в опасности? Инженер Пьетро Листини, знавший все помещения церкви, предложил единственное возможное решение – запереть всех в узком и лишенном света простанстве между сводом церкви и крышей. Но последнее слово оставалось за группой людей, которые нуждались в помощи, и большинство из них приняли эту идею. 3 ноября 1943 года в 5 утра была замурована единственная входная дверь. Мы сейчас с вами поднимаемся на купол и пройдем через дверь, которая была замурована. Самому старшему в этой группе было 35 лет, все остальные были немного моложе. Когда заложили последний кирпич, который отделял их от мира на определенное время, один из них упал в обморок. В 6.20 этого же дня в одном из дневников появилась запись – «Замурованный». В этом замурованном пространстве между сводом церкви и крышей жили до 15 человек. Только ночью они имели единственную возможность связаться с внешним миром – через маленькое окно, которое находилось очень высоко от земли. Через это окно проходили люди и передавали вещи – еду, одежду, письма, газеты и даже органические отходы. Монахиня Маргарита отвечала за снабжение едой и одеждой. Инженер Пьетро Листини был организатор и руководитель логических операций. А студентка Джулиана отвечала за связь с семьями, передавала записки и письма. Никто, кроме тех, кто был причастен к этому, не знал больше о чердаке. Письма и сообщения родственникам и друзьям передавали после одобрения Пьетро Листини, который подвергал цензуре любое возможное упоминание об убежище. К примеру, «Я очень скучаю по тебе», – пишет мужчина своей возлюбленной, особенно, когда слышу, как твой петух кричит. Это одна из фраз, которая не пройдет. Дом девушки на самом деле находился прямо рядом с приходом. Мы сейчас с вами проходим по узким доскам, где в течение семи месяцев жили люди. С тех времен здесь осталась посуда, бутылки, окурки, одежда. Если кто-то болел, его ночью выпускали на свежий воздух, посидеть на козырьке. Кто-то ночью выходил по конкретным делам, например, за документами, посмотреть на новорожденного ребенка или сходить в больницу к отцу. А в рождественскую ночь 43-го года на этот чердак забрался и священник. На крыше он отслужил три мессы. На чердаке беженцы жили фактически ночью, когда церковь была закрыта, чтобы никто не мог услышать голоса и шума. Семь месяцев их жизнь протекала на дорожке из деревянных досок, которая проходила вокруг чердака. Центр был непригоден для использования, так как сводчатая крыша не могла выдержать вес людей. На чердаке никто не унывал. Им надо было не только выжить, но и с пользой использовать свое время. Они разгадывали кроссворды, читали газеты, играли во всевозможные игры и рассказывали истории. Лица некоторых были увековечены в рисунках Луиджи де Симоне. Франко Паппини изображен здесь, рассказывающим свою историю при свете свечи. Он также вел дневник тех дней, часто молился и перебирал четки. Еще он обещал стать священником и действительно им стал. В то же время были созданы настенные рисунки карандашом и углем, которые сохранились. Они были найдены через 40 лет после окончания войны. Настенные рисунки не подписаны, но наверняка созданы Луиджи де Симоне, поскольку в архиве были найдены эскизы и подписаны им. Таким образом, благодаря мужеству священника Прихода, монахини, инженеры и студентки были спасены жизни людей. В этой группе было три еврея, которые в будущем становятся один профессором, другой психиатром, а третий, по-моему, врачом. В то время, когда он прятался под сводом церкви, ему было всего 15 лет. Священнику Прихода Антонио Дрессино израильским правительством было присвоено почетное звание «Праведник народов мира». Вот такая трогательная история произошла здесь в годы Второй мировой войны. Дорогие друзья, напишите, а вы бывали в этой церкви? После посещения церкви я дошла до замка Святого Ангела и хочу показать вам, как здесь проходят реставрационные работы. Монументальные скульптуры Ботеро, колумбийского художника и скульптора, оживили Римские площади, и всегда хочется немного остановиться и полюбоваться ими. А я на этом, дорогие друзья, буду прощаться с вами. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, пишите комментарии и делитесь видео с друзьями. До новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок